Добрый день, уважаемые коллеги! Снова рад приветствовать вас на картофельном поле Караганинского сходств имени Христенко. Напомню, что после всходов картофеля был проведен агротехнический прием нарезка гребней гребнеобразователем Грейми. С последующим внесение почвенного гербицита Лазурит Ультра, действующее вещество Митробузин 600. Системный гербицит против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков в норме расхода 0,9 литра на гектар. В сегодняшнем выпуске я готов рассказать вам об очередном технологическом процессе технологии защиты картофеля. 29 июля мы провели вторую химическую обработку гербицида Лазурит Ультра Митробузин 600 с нормой расхода 0,35 литра на гектар. Было внесение дробно. Против таких сорняков как Асот, Лебеда и Ширица. В баковой смеси также добавлялся гербицит Громинион, действующее вещество Клит-1 250 грамм на литр, с нормой расхода 1,5 литр на гектар. Против таких же сорняков, как Овсюк, Куриный опрос и Щетильник. Также в баковую смесь добавили Адюант Адю для лучшего удержания капель рабочего раствора гербицида на поверхности листьев сорняка. А также для профилактики против болезней, таких болезней, как фитофтороз и макроспориоз, в баковую смесь добавили фунгицид Митоксил-СП, действующее вещество Монкоцеп и Митоксил, с нормой расхода 2,5 кг на гектар. Этот фунгицид, который оказывает двойное действие, так контактное, так же и системное, защищает культуру от заражения патогенов снаружи и внутри и имеет длительный профилактический и лечащийся эффект. А также дали трехкомпонентный инсектицид Борей-Нео, действующее вещество Альфа-Ципометрин, Имидоклоприд и Клатионидин, с нормой расхода 0,15 литра на гектар, против таких вредителей на картофеле, как колорадский жук. У этого инсектицида высокая скорость действия и длительный период защиты за счет комбинации трех действующих веществ и разных механизмов действия. Раствор рабочей зыскности составил 300 литра на гектар. Все технологические требования были соблюдены, температура, скорость ветра, движение трактора и жесткость воды. И немного о питании и поливе. Сегодня 7 июля 2022 года. Мы на поле картофеля, который в фазе бутонизации и цветения, производится подкормка селитрой в норме расхода 200 килограмма на гектар, а также полив картофеля 600 кубов на гектар. Уважаемые друзья, следите за нашими новостями, где будет много полезной информации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ведь с августом расти легче.